Дорогие друзья, это Дмитрий Гасин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино. Сегодня я хочу поговорить с вами о поэме Марии Галиной «Всё о Лизе». Эта тоненькая книжка вышла в издательстве «Время» в серии «Поэтическая библиотека». И Мария Галина, известная как поэт, переводчик, прозаик, писатель-фантаст, её удивительная фантастика, далеко выходит за рамки развлекательного жанра и вовсе не является одноразовым чтением для, скажем так, молодёжной аудитории. Ну, это такое очень узкое определение, да, развлекательной фантастики. Но, ещё раз повторюсь, это очень серьёзная, трагичная в своей основе проза. И я думаю, что разговор о ней отдельно и обязательно должен состояться. Но сегодня мы поговорим о Марии Галиной как о поэте. В частности, как об авторе вот этого вот произведения «Всё о Лизе». Жанр его определить затруднительно, как гласит аннотация. И это действительно так. Во-первых, начнём с того, что это верлибр. То есть максимально далёкая от моего вкуса форма стихового выражения, да, форма организации художественного текста. Я с трудом разбираюсь в верлибре, как в разделе поэзии. И, в общем, не стал бы, может быть, читать объёмные произведения, если бы не имя автора. Но всё о Лизе, поэма для поэмы современной, не такая уж маленькая, да, написано именно верлибром. И здесь есть рифмованные фрагменты, есть ритмизированные фрагменты, есть фрагменты, которые очень богаты алитерациями, ассонансами, то есть вот этими звуковыми перекличками. Их хочется произносить снова и снова, перекатывая звуки во рту, как камушки, да, потому что они, все строчки звучат, перекликаясь согласными и ударными гласными. И это ещё раз возвращает к тому, что это поэма об летнем отдыхе, то есть о звучащей вокруг нас действительности, о природе. Здесь есть и шум моря, здесь есть и стук камней, здесь есть и позвякивание какой-то железки, да, на фоне ветра, на фоне вот этого бесконечного берегового пейзажа. Здесь очень много есть изобразительного, но сила поэмы не в этом. Это история, конечно же, о любви, как и положено лирическое поэме. Здесь есть и Коля-спасатель, который там работает на берегу моря. Всё это вплетено в общую картину, но поэма не об этом. Здесь есть, конечно же, ретроспекции, поскольку Лиза воспоминает своё детство. Здесь есть детский пионер-лагерь, шушуканье девочек после отбоя, так далее. Первые какие-то интимные тайны, которые там появляются, да, но поэма не об этом. И здесь есть, конечно же, потрясающе переданные силой те ощущения, которые испытывает человек. Это не описание конкретных пейзажей, это не сравнение северной или центрально-российской природы с тем солнцем, тем другим воздухом, другим небом, которое мы видим, приезжая к морю, испытывая организм на прочность, перепадом не только температуры, но и вообще всего. Вся природа, всё окружающее нас действительно сменяется. Здесь это вот не прописано в классических описательных традициях литературных, да. Это всё передано через настроение. Настроение здесь все ощущения отдыхающего, как он постепенно втягивается, как он готовится, предвкушает, втягивается в этот совершенно другой ритм жизни на отдыхе, да. Какое значение придаётся мелким каким-то событиям, да, на отдыхе на южном. Всё это передано через ощущения, и ты всё это чувствуешь, ты сам на этой всё это испытал, если хоть раз в жизни выбирался куда-то отдыхать один или с семьёй на море, да. То есть всё это есть, всё это передано через ощущения, но поэма, опять же, не об этом. О чём же поэма «Всё о лезе»? Это, по сути, довольно страшное произведение, поскольку читать его нужно увлечённо, оторваться невозможно, оно затягивает, оно захватывает ожиданием чего-то такого невероятного, и когда это ожидание где-то в середине текста, ты начинаешь понимать, что это ожидание худшего, да, что там случится что-то страшное, а потом это страшное случается, и текст продолжается дальше, при этом, пожалуйста, никто не умирает, не тонет, потому что здесь нету банального романтического сюжета. Вообще весь этот романтический флёр, который вот, вся эта аранжировка, которая должна сопровождать поэму о летнем отдыхе, она здесь в лучшем случае как такая декорация используется, да, немножечко так вот намекает, да, на то, что в таких-то декорациях, в таких-то местах всё это должно происходить, но на самом деле происходит совершенно другое. Об этом очень хорошо написал в послесловии Фёдор Сваровский. Но я не буду повторять его текст, я скажу, постараюсь сказать своими словами о том, что именно происходит в этой поэме, о чём она. Это поэма о безднах нашего подсознания, потому что то, что там происходит, это происходит на уровнях, недоступных не описанию, скажем так, простыми классическими стихами, а простых нормальных чувствах, которые мы ежедневно испытываем. Это то, что происходит в глубинах нашей памяти, возможно, генетической. Это можно соотнести, как соотносится современная культура и мифология тех народов, которые когда-то населяли те земли, что мы сейчас занимаем. Как соотносится современная жизнь на планете Земля с каменно-угольным периодом, с теми животными и растениями, которые давно уже обратились в топливо для нашего горения, для нашей жизни. Вот что это такое, вот о каких проблемах и каков сюжет этой поэмы. Здесь не встречаются русалки или какие-нибудь греческие кентавры, божества, которые там как-то вот размазались по этим камням, если речь идет о Крыме. Здесь не уточняется. Размазались по этим камням, да, и вот там вот они остались так вот как-то присутствовать после того, как уже давным-давно сменилось, несколько народов сменилось после присутствия древних греков и их колоний. Здесь нет вот этих вот банальных, многократно описанных вещей. Здесь совершенно другое. Человек не так часто сталкивается со стихией. И получается, что вот Лиза, а мы о ней узнаем довольно много, мы узнаем не только о ее детстве, но и о ее взрослой. Мы узнаем о ее личной жизни довольно много. И это тяжелые знания, поскольку, естественно, это не будет описанием веселой любовной истории. И мы узнаем о ней как о человеке, и мы узнаем о том, что она испытывает во время своего вот этого короткого путешествия на летний отдых. А в конце у нас есть замечательный эпилог, который, скажем так, добивает читателя окончательно вот эту вот легкость и, я бы сказал, неполноценность легкомысленного сюжета, сводящий на нет. Это послесловие, которое называется «История болезни». И здесь мы читаем паспортную часть, жалобу больного, анамнез, начинается фамилия и имя отчества больного, Кушина Елизавета Григорьевна, 1960 года рождения и так далее. Значит, все ее болезни перечисляются и так далее. То есть поэма-то вовсе не на этот сюжет, который я тут попытался обозначить. Очень хорошо, красноречиво свидетельствует о том, что это за вещь, что это за поэма. Например, примечание. Берем примечание на странице 17 и, значит, здесь у нас амебная дизентерия разъясняется. Разъясняется довольно подробно, целый абзац текста. Зачитывать его, естественно, я не буду, да. Но в конце добавляется с таким вот дифференциальный диагноз острой амебной дизентерии необходимо проводить с тем-то, тем-то и тем-то. Лямблиозная дизентерия, запятая Лиза, гораздо хуже. Кто это обращается к Лизе? Что он ей говорит? Зачем он ей перечисляет все эти ужасы? Потому что перечисление одних названий медицинских заболеваний, да, как известно, вызывает у человека известную реакцию, еще по Джерому, да, примирение всего этого на себя, примерку всего этого на себя. Вот. Здесь есть зловещие совершенно фрагменты, потому что когда... Когда какая-то подруга рассказывает какой-то случай, когда голова прекрасная южная еда, вот, после перечисления всей этой еды вызывает некую оторопь, вызывает смешанное чувство по отношению к собственному телу, к собственному организму, потому что ты все это перерабатываешь. А следом за ней идет, наверное, самая удивительная часть поэмы, да, такой вот фрагмент, который называется «Как устроена Лиза?». И здесь некое заманивание читателя во фрагмент текста, где должны быть даны последние ответы на вопросы о том, что же все-таки, о чем эта поэма, да, что же с Лизой происходит. Вот сейчас я скажу вам главное. Главное не говорится, а отрывок плавно переходит в молитву. Причем эта молитва страшная абсолютно. Это молитва беспомощного детского существа с детским сознанием, которое просит некую высшую силу, явно недобрую, сохранить ей жизнь, сохранить ее существование. Это явно не совсем Лиза говорит, и это не авторский голос, и это неизвестно, что такое, но это очень сильно эмоционально воздействует. Некоторые раскрываются словно роза, это речь идет о персонажах, да, иногда Лизе кажется, что она влюблена. На самом деле это просто луна. Забери щеночков-кошечек с мордочками розовыми, но не трогай нашу крошечку, нашу Лизоньку. У нее такие пальчики, у нее такие пяточки. Забери других девочек, мальчиков, щеночков-котяточек, у соседей Светочку, у соседа Машеньку. Но не трогай нашу деточку, нашу душеньку. Ты плыви луна туда-куда, никто никогда, к воде-к воде, никто нигде. То есть это вот... И вот такого в поэме много. Здесь языческие божества появляются, какие-то темные тени из прошлого, которые очень сложно интерпретировать однозначно. Это у каждого читателя достроится сюжет свой. В поэме очень много набросков, очень много таких ходов, которые ведут туда, куда сам читатель захочет пойти. Поэту даже не надо было проходить весь лабиринт, потому что этот лабиринт у нас с вами в голове. Это лабиринт нашего подсознания, наших страхов, тьмы, которая обязательно стоит за плечами. И это не обязательно непоглядная южная ночь, а она всегда с нами. А вот эта поездка, вот этот курорт, вот это всё лето, вот это всё морское, скажем так, единение с природой, говоря казённым языком, это всё понадобилось Марии Галиной для того, чтобы в точные слова отлить те ощущения, которые очень сложно сформулировать. На мой взгляд, именно такими вещами занимается современная поэзия. То есть выводит в текст какие-то ощущения и переживания, которые не поддаются на бытовом языке формулированию вообще. Мы не можем их конкретизировать. Мы понимаем, что что-то не так, или что-то плохо, или что-то хорошо, но что мы никогда не можем сказать сами себе. Пока не споткнёмся о такой текст, не погрузимся в него, не поймём, что за нас сказали нечто важное, что человек, не будучи поэтом, гениальным сам сказать не может. Вот такая коротенькая книжка Марии Галиной, как многое в её прозе и поэзии эта книжка заставляет много думать, много переживать. Это зловещая такая вещь, такая с лёгким холодком таким иномирным, непонятным. Такой метафизический сквозняк. Я не помню, что это выражение, оно очень умственное, но точно отражающее суть явления. Вот такой текст. Издательство «Время», поэтическая библиотека. Я стараюсь почаще рассказывать о книгах этой серии. Это, конечно, гордость издательства. «Всё о Лизе», поэма Марии Галиной. Читайте, наслаждайтесь современной поэзией. Продолжение следует... Продолжение следует...